Всем-всем огромный привет! Решила снова снять влог-болталочку. Уже больше двух недель я не снимала. А так как обещала и фотографии полистать, и снимать такие болталки регулярно, то надо выполнять свои обещания. Для тех, кому будет интересно такого рода болталка, прошу оставаться со мной. И приятного просмотра! Анонс! Маленький анонс! Хочу показать то, что у меня сейчас закончилось от Натура Сибирика, вот это двухфазное средство. Сейчас немножко о нем поговорю. Прямо две мини-покупочки покажу. Фотографии и кое-что там из бьюти-средства поболтаем. Тоже расскажу. Хочу начать вот с этого двухфазного биокомплекса для лица Антиэйдж от Натура Сибирика. Я брала на сайте фармакосметика. Мне очень понравился вот этот вот биокомплекс. Не скажу, что прямо уж я вообще без морщин осталась, но когда я им пользовалась, лицо заметно свежело. Сюда входит, я вам сейчас покажу, ну вот они обе, это активирующая сыворотка. Она идет такая, как масляная. Видите, ее тут достаточно много осталось. И второе средство, это биооснова интенсивная. Вот она у меня прямо буквально вылизана бутылкой изнутри. Давайте я немножко поговорю об этом средстве. Я вот так покажу. Вы можете остановить на паузу, прочитать, потому что это читать все вместе сложно. Эта пара подходит как для жирной кожи, так и для сухой. Единственный вариант смешивания разный. И вот здесь тоже покажу. Способ применения. То есть, если кожа сухая, то биоосновы надо на каплю больше, а сыворотки на каплю меньше. И наоборот. Или я опять путаю, как всегда. В общем, для сухой кожи 6 капель биоосновы, 2 капли сыворотка. Для жирной кожи 5 капель биоосновы и 3 капли сыворотки. Это все перемешиваем. Через 10 минут при необходимости удаляем лишнее салфеткой. Остальное впитывается. Для стойкого результата нужно ежедневно 14 дней применять. А потом только 1 или 2 в неделю. Через 2 месяца можно курс повторять. У меня получилось как бы на 2 курса. Я так делала. Не на 2, а на 3, наверное, даже. То есть, через 2 месяца повторила, потом опять и снова повторила. Так вот, у меня какая проблема встала. Девочки, может быть, кто-то такими вещами пользовался. Скажите, пожалуйста, что мне теперь делать? Вот одно кончилось, второго много. Теперь получается выкидывать оба средства? Или можно как-то вот эту вот сыворотку-то активизирующую использовать? Но мне бы хотелось услышать не личное мнение, а все-таки мнение человека, который точно знает, что с этим можно делать и можно ли куда-то применить. Потому что, ну, мне хочется не ошибиться. Давайте я вот так еще покажу. Это то же самое, да? Тут состав-то у нас только вот здесь, наверное, нарисован, написан. Да, давайте еще вот так состав покажу. Но тут совсем мелко. Давайте частями. Вот в этой сыворотке такой состав. Может быть, как-то по составу можно понять, можно ли ее использовать еще как-то. Но если нет, то, конечно, я выкину. Очень грустно, что если средства нужно одного 5-6 капель, а другого 2-3, почему бутылочки одинакового размера? Мне кажется, это несправедливо. Как минимум, сыворотки должно быть в два раза меньше, либо биооснова в два раза больше. И тогда было бы как-то более справедливо это все потратить. В состав сюда входили так же. Ну, она вообще очень красиво упакована. Входили вот такие вот миленькие стаканчики, которыми я не пользовалась. Я разводила прямо на ладошку. Разводила. И вот одно из таких палочек перемешивала. И уже пальчиками наносила. А так очень приятненькие такие вот стаканчики, которые можно тоже, по сути, использовать. Ну, интересно, конечно, придумано. Мне понравилось. И действие понравилось. Такая оригинальная. И плюс, если вы хотите кому-то сделать подарок, мне кажется, как подарок очень, очень прямо стильно и красиво смотрится. Единственное, вот натор Сибирика не рассчитала с количеством. Если уже такая разница в перемешивании, то все-таки нужно было им сыворотку эту уменьшить в размерах. И тогда ощущение было бы, что все-таки у меня закончилось и я использовала все. А тут получается целое средство либо выкинуть, либо вот надо придумать, куда ее использовать. Ну, все. Поэтому все. Рассказала, поделилась. Давайте чуть-чуть прямо покажу покупки. У меня сейчас девчонки так задарили, что мне практически ничего не надо было в этом месяце. Ну, единственное, что Фаберлик я заказываю всегда и Эйвен я всегда заказываю. А вот так, чтобы в магазин пойти и купить что-то себе, то нет. У меня все есть. Девчонкам огромное спасибо. Но купила я в этом месяце себе вот такую зубную пасту. Вот прямо не смогла я пройти мимо. Она так блестела на полке, что у меня рука потянулась. Я не раз упоминала, что моим зубам всегда нужно, какой бы я пастой не пользовалась, отбеливающей, там, для укрепления, еще чего-то. Мне всегда нужно суперотбеливание периодически применять в своей жизни в чистке зубов, потому что они у меня склонны темнеть. Может быть, потому что я люблю кофе пить. Но вот как бы всегда нужно вот такие суперсредства. Увидела вот это вот замечательное название экстрасильная отбеливающая зубная паста. И изначально она создана была для киноактеров и моделей. Вы знаете, очень хороший ход. Но может быть, она действительно была для них создана? Это сработало прямо вот безоговорочно. Я ее взяла и сразу пошла с ней на кассу. Что здесь написано? Не знаю, вам видно или нет. Что она отбеливает. Защита от кариеса. Можно ежедневно применять. То есть она не такая термоядерная. И хорошая, эффективная формула. Я ее еще не пользовалась. В коробке 100 грамм. Она стоила, точно не помню, но в районе 150 рублей. И сама паста как бы вот так вот выглядит. Уже не так ярко, красиво, как сама упаковка. Она тут зафольгирована. Я еще не открывала. Надеюсь, мне понравится. Прямо мне очень хотелось ее. И очень надеюсь, что эта паста не подведет и будет хорошо себя вести. Действительно, ну хотя бы там на тон, но зубки выбелит. Я ее покупала в Магнит Косметик. Также у меня ребенок купил прямо несколько вот таких гелей для душа с котятками. Он их кладет в посылки. Когда я девочкам кому-нибудь посылаю посылки, он от себя вот такие сувенирчики кладет. Говорит, я люблю кошек, котят. И поэтому от меня вот такие сувениры. Ну и себе, конечно, он таких оставил. Он также своим друзьям, ну нашим общим друзьям всем дарит вот таких котят. Тоже в Магнит Косметик, мне кажется, милейшее такое предложение. Ну вот как бы вот в подарки добавлять вот таких котяток. Смотрятся они, конечно, бесподобно. Также я уже показывала в каких-то покупках. Брала я вот такие наушники уже. У нас они в магазине стоят 200 рублей. Очень понравились. У них интересно, что дизайн у всех наушников разный. Сейчас я взяла белые. Вот тут типа мячики или чего тут. Вот такой дизайн. В прошлый раз были они бордово-черные. И тут как такие разводы, как молнии что ли. Ну классные. А тут вот такие они нежненькие. То есть теперь у меня и у мужа, и у сына есть наушники. Надо будет теперь сходить себе купить, потому что наушники классные. Понравились. То есть они стоят эти 200 рублей. Устали покупать. В фикс прайсе покупали за 50 рублей, но это неделя-две и наушников нет. А эти действительно работают. Работают качественно. И хорошо себя ведут. И кстати у дешевых часто вот эти вот насадки сваливаются. Тут они держатся хорошо и крепенько. Нравится. Ну что ж, обещанные фотографии. Сейчас прошу со мной оставаться тех, кому действительно интересно посмотреть на мои фотографии. Я тут буквально по парочке фотографий выбрала с разных периодов жизни. Ну давайте сначала себя маленькую. Качество естественно будет не очень, потому что фотографии много-много лет. Это я в деревне со своей бабушкой и с двоюродным братом. Я вот тут вот лялька маленькая. Мне годик. К сожалению, эта бабушка меня очень-очень... Нет, к сожалению, к счастью, она меня очень-очень любила, но очень рано она умерла. Мне было всего 4 годика. И я смутно прямо помню ну несколько каких-то событий маленьких из совсем крошечной моей жизни, когда эта бабушка со мной занималась, играла. Она меня очень-очень любила. Это я запомнила. Вот такая я была маленькая. Так, сейчас я покажу вот так, без лица, потому что рядом девочка со мной. Без спросу я чужие фотографии показывать не буду. Немножко мутновато. Мне тут 12 лет. Это я в пионерском лагере. Раньше ездили детки в пионерские лагеря. Каждое лето я проводила в Сосновом Бару в пионерском лагере. Прямо с 7 лет каждый год летом лагерь для меня это была свобода, радость. Вдали от папы пьяницы. Вот такая я была смешная. Так, следующая фотография. Это мне уже лет 16, наверное. Такая бука. Меня очень долго сажали. Раньше же в фотосалоны мы ходили. И так я устала садиться. Она мне то так сядь, то так сядь. И в итоге такая бука вышла. Мне больше эта фотография нравилась вот так. Ну, кстати, в фотосалоне эта фотография висела потом на стене. Не знаю, что-то понравилось. Она, видимо, фотографу. И вот она висела. А мне она так не нравилась. И когда я приходила очередной раз сфотографироваться, я говорила, да снимите вы ее. Она мне не нравится. Это все в том же фотосалоне. Тоже, наверное, лет 16-17. Я блондинкой была, наверное, лет до 20. Вот такая я была. Я выглядела всегда моложе своих лет. Но на фотографиях замираешь, оно незаметно, что моложе. А на самом деле, да. Так, тут тоже второго человека я закрою. Плохо. Очень старые фотографии. Тут мне 19 уже лет. Тоже я тут беленькая такая, блондиночка. Ну, мне шли. Я тогда красила в белый цвет волосы и оттеночным, не шампунем, а как они называются, оттеночные такие штуки. Ирида называлась. Платиновый такой цвет делала. И было очень красиво. Если бы были фотографии цветные, то было бы лучше. Вот на этой фотографии мне уже за 20. Она интересна тем, что однажды я уже была замужем. Постучали ко мне в дверь. Я вышла. И стоит женщина. И говорит, девочка, позови родителей. Мне так обидно стало. Я говорю, в смысле, позови родителей? Я говорю, здесь взрослая. Она говорит, нет, нельзя взрослым открывать, не спрашивая кто. Надо родителей. Я говорю, вы что хотите? Я замужем могу мужа позвать. Она так смутилась. Говорит, да. Я думала, вы маленькая еще. Мы предлагаем, говорит, по фотографиям делать портреты. Вы знаете, мне даром не нужен был портрет. Но мне было так обидно, что она меня приняла за ребенка, как вот часто со мной происходило. Что я первую папашу вот эту фотографию схватила. Говорю, вот эту делайте. Заплатила ей денег. Ну и в итоге у меня где-то там спрятанная вот такой портрет. Он прямо глупый какой-то, некрасивый. Знаете, как мы надгробный памятник не сделали такой портрет. В общем, он у меня так и как память. Так, тут мне, я не помню сколько, но, наверное, 23-24 года. Вот так примерно. Мы работали одно время на рынке. Вот, кстати, смотрите. Я лицо прятала, а у меня ноги, вот как шортики заканчивались, ноги были вот такие черные руки. И мне так было стыдно раздеваться. То есть руки вот как футболка. И видите, я на фотографии встала, пыталась спрятать, что у меня такие смешные руки черные и ноги черные. А лицо вот такое было. И, кстати, этот загар у меня годами не сходил. Я все время была с белой головой и с черными конечностями. А когда я дома в раздетом виде, это было очень потешно. Следующая фотография. Это я с сестренкой. Мы через лес на велосипедах и на лошади, у нас была лошадь, три велосипеда, четыре человека, мы на Рыбинское водохранилище из Череповца ехали лесом. И остановились вот тут на привал пофотографироваться. Мы работали тогда, у меня мама работала дворником за квартиру 10 лет. И каждую зиму я приезжала к ней, чтобы гребсти снег, вот убираться, север все-таки. Там очень большие снегопады были. И если видите, у меня тут такие мышцы, я всегда стеснялась своих рук, чтобы была перекачанная. Катюшка тоже была очень сильная. Она занималась конным спортом. Ну, помимо того, что у нас работа была такая, гребсти этот снег бесконечно. Это еще иконный спорт. Следующая фотография, это тоже в Череповце. Тут уже справа сестра, слева я, посередине наша мама. Мы тут как три подружки стоим. Сзади в Череповце дом, двор. И вот два огромных двора мы убирали с двумя автостоянками, вот так втроем. Бывало, что с шести утра до десяти вечера мы гребли вот эти снегопады. Тяжело, конечно, было. А толку-то? Все равно квартиру мы эту заработали, продали и нас ограбили. Мы остались без денег. Вот так. Ну, правда, еще инвалиды со сломанными спинами. Так, это тоже в Череповце. Это мне тоже лет 25, наверное. Вот такая я была. Уже появились мыльницы с пленками. Мы фотографировались на эти фотоаппараты. Их бегали, их проявляли в фотосалон и печатали фотографии. Так, следующая фотография. Тоже лет 25, наверное, немножко мутновато, наверное. Справа моя Ленка. Я про нее как-то вам рассказала. Когда я первый раз вышла замуж, мне было 18 лет. Ленке было 9 лет. Это была родная сестренка моего мужа. И 9 лет мы прожили в браке. И Ленка жила с нами. То есть она мне была как дочка. Дочка, сестра, подруга. То есть вот все было в ней. Сейчас год уже Ленки нет. Это очень грустно. Терять тех, кого ты очень любишь, это очень страшно. Это тоже мы с Ленкой. Давайте я вам себя поближе. Ну, раньше фотографии такие были, что очень плохо, конечно, качество было видно. То есть издалека. Это у нашего дома, где я сейчас живу. Вообще в этом доме я живу с 16 лет. Это в Череповце. На ипподроме. Сестренка меня водила часто на ипподром. Но я не очень любила скакать на лошадях. Мне все время казалось, что я на какой-то лавочке скачу на жесткой. Так, тут мне, наверное, 22-23 года. Я решила повторить белые волосы, но мне не понравилось. Походила я так, может, полгода и перекрасила их в темный. Тоже я с Ленкой тут. Вот так мы с ней стоим. Немножко, может, отсвечивают. Тут я девочку прикрою. Тоже с этими белыми волосами мы фотографировались. Не знаю, интересно вам, нет? Ну, я обещала фотографии. Я так покажу. Тут вот это я, рядом моя сестренка Кати и Ленка. Мы так не разлей вода были. Разница в возрасте практически была незаметна. Лена меня младше на 9 лет, Катя на 7. Ну, в целом было никогда незаметно, что я их старше. Это я с сестренкой. Уже перекрашенные волосы. И подстриглась я. Я периодически то до пояса отращиваю, то подстригуюсь тоже. Только тут уже я с Ленкой. И коротко, вот стрижка у меня короткая. И моя Ленка, дорогая. Раньше была привычка, что ли, но я думаю, это было вообще у многих такое, чтобы в кошелек вставлять фотографии тех, кто вам дорог. И у меня вот так вот всегда стояло это моя мама, Катюшка, сестра родная, ну, я, естественно, Ленка и моя любимая собака Гретка. Для меня Гретка это тоже отдельная грустная песня. Это замечательная была собака в моей жизни. Вот ее нет уже много лет, но я по ней плачу до сих пор. Она мне была прям вот как ребенок. у кого нет детей, те понимают, насколько любят животных, и животные становятся прямо как дети. Вот у меня собака была моим ребенком. И когда она у меня на руках умирала, я думала, что я умру вместе с собакой. Вот так вот. Это только те, кто мне был дорог. Так, следующую фотографию я тут немножко прикрою. Вот так. Потому что я тут тоже не одна. Мне тут тоже лет 25. Я очень любила делать эффект мокрых волос. Делала химию тогда на длинные волосы. И вот ходила такая вот типа мокрая. Но мне нравилось. Мне кажется, мне шло. Следующая фотография. Тоже тут много людей. Я их спрячу и покажу вам. Уже мы тут с Денисом встречались. С сегодняшним мужем. Сейчас мы в браке. Вот будет уже 12 лет. Все быстро насчитают, сколько мне лет. Вот. Эта фотография сделана лет 13, наверное назад. Дальше. Однажды я выкрасилась в какой-то я не знаю, что это за цвет такой. Сливы что ли. Тут совсем практически не накрашено. Чуть-чуть черным карандашом подвела. И кто-то нас тут с мамой отловил, сфотографировал. В то время мне казалось ой, какая я страшная. Мне тут лет 30. А сейчас смотрю с сегодняшнего возраста. И думаю, в принципе-то вроде молоденькая стою. А я тогда говорю, какая старая, какая страшная. Вот так. Дальше. Ну, тут это же. Этот же день, только уже с сестренкой. Сестренка посерединке, мама и я. Ну, дальше несколько прямо фотографий покажу. Это уже с Максиком. Это из роддома меня забрали. Макс родился в марте. Вот 21 марта в тот год была такая погода, что сейчас, ну, считай, 21 марта это вообще, считай, зима. но было очень тепло, прямо жарко было. Цвели уже подснежники, матемачиха, вот такие цветочки. И как оказалось, что нам это было на руку, теплая такая весна, потому что Максимка родился с сильной аллергией на сырость, и если бы весна была сырая, он бы не выжил в ту весну. Первые приступы у него начались осенью, когда ему было уже 7 месяцев. Вот когда аллергические вот эти приступы, отеки горла начались, вся наша, все страдания наши. Вот такой толстячок он родился. Это роддом. Ему тут одна неделька. Он родился у меня на 4,300, толстенький, большой. Вот такой. Мне кажется, он и такой сейчас. Это тоже Максимка уже недельки 2-3 ему тут маленький совсем. Это я вот с ним тут с 3-х недель дома уже довольная. Тоже, видите, уже волосы у меня снова отросли почти до пояса, но когда Максу было 5 месяцев, я их подстригла. Вот тут эту фотографию почему решила показать. Это вот мой родной настоящий цвет волос. Единственное, что пока Макс рос с его приступами, я теперь крашусь, у меня вся голова, ну, по крайней мере, все вокруг челки, все седое. Это вот пока я ращу ребенка. полностью посидела почти. А так свой волос у меня был такой русый, да, он, наверное, называется. Все. Если интересно, я потом могу как-нибудь показать уже фотографии Макс маленький, но я думаю, это уже не так интересно. Надеюсь, это-то было интересно. Вот. Ну, обещала, показала. Ну, и что я сегодня еще хочу сделать? Ой, не пугайтесь столько. Вот. Вот столько у меня кремов для рук в запасе. Четыре у меня сейчас в использовании. У мамы свои. У мамы, наверное, в запасе три крема своих и два в использовании. Ну, у нас с ней разные косметички в этом отношении. А у меня вот девчонки надарили вот такое огромное количество. Я сейчас буду это все разбирать. Я очень люблю это перебирать. Я получаю огромнейшее наслаждение. Буду сейчас это все разбирать, смотреть сроки годности и определять, что первое будет у меня, что второе, что третье использоваться. Так что я сейчас буду получать колоссальное удовольствие, урчать. Надеюсь, я была сегодня интересна для вас. Расскажите, какое удовольствие вы получаете, перебирая свою косметику. Именно разбираясь, разглядывая всякие упаковочки эти красивые. Они же действительно все настолько разные, вы только посмотрите. Как это не поперебирать? Я сейчас этим буду заниматься. А с вами наверное я прощаюсь. немногие напишут, Света, почему выключила? надо было разбираться с нами. Ну, ладно, с вами я прощаюсь. Приятного мне разбора, а вам приятного настроения. Всем до новых встреч и всем пока! пока!